Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморский! Рад вас видеть. И сегодня речь у нас пойдет о том, как убивает наше Черноморское побережье. Образуются свалки на пляжах. И хотелось бы вас попросить нас давить на ЗОЧП своими обращениями к ним, чтобы это устранили. У нас на пляже множится свалка. Мы приехали в Станицу Благовещенскую, вот в такое райское место, дорогие друзья. Морешко, красота, чистота. Вроде бы. Но мы сейчас попадем на автокемпинг-край, который стал бесплатным. Вроде бы это и хорошо, и классно звучит. Но теперь там никто не убирает мусор. Теперь там образовываются свалки, а люди приезжают туда все так же отдыхать. И жалуются мне в личку. Мы выкладываем это в наш телеканал, в который вам тоже советую подписаться. Мориус, либо Юрий Азаровский, чтобы знать всю информацию наперед. Ну и также можно нам ее отправлять туда. Мы ее будем публиковать и делиться с вами, дорогие друзья. Давайте начнем наш обзорчик. К сожалению, грустное видео сегодня вас ждет, но с великолепными видами и надеждой на будущее. Мы отсюда, с этого пригорка, видим с вами чистейшее, красивейшее море Анапа. Сегодня у нас пожар в районе же до вокзала горит склад картона. Также видим Аурум и самый первый высокий, смотрите, что забыл, как он называется, который возле центрального пляжа выхода на Благовещенск. Два пути сюда, вот вдоль вот этих всех пансионатов баз отдых проехать. И другой, если ехать на Бугасскую косу, по дороге можно увидеть там указатель жара, либо Ростовчанка. Ростовчанка – это вот эта вот база отдыха, которая находится в самом конце той дороги. Там дорога у нас практически без асфальта, разбитая. Я всегда езжу именно вот в этом формате, потому что тут накатанная по полю, а там внизу уже асфальт. Ну, давайте доедем до самой этой локации автокемпинг жара. На всякий случай координаты пишу на экране, если вы захотите приехать сюда, именно того места, где установлен там был раньше шлагбаум. Мы спустились на саму прибрежную улицу. Здесь во второй районе базы отдыха Кубаночка. Как раз-таки заезд туда на автокемпинг этот жара. Посмотрим, есть возможность. Но смотрю, машинки катаются туда-обратно абсолютно свободно, то есть без каких-либо напрягов. Посмотрим, получится ли у нас заехать. Это техническая зона, и здесь как бы кончается Благовещенская. Ну, никаких ограничений я, в принципе, не вижу на передвижение, ни шлагбаумов, ни цепочек. Здесь нет ничего. Ну, значит, все не работает абсолютно бесплатно. Можно здесь передвигаться и продвигаться. Здесь тоже никого нету. То есть исчез тут самый хозяйствующий субъект, который зарабатывал здесь деньги, и его напрягали на уборку мусора. То есть, а так как больше напрягать на уборку мусора некого, сейчас я вам покажу, что происходит. То, на что жалуются мои как раз-таки подписчики. Хотя здесь, вот видите, под замками стоят контейнеры для мусорки. Ну, это типа вот эти вот все объекты, которые здесь установлены. А их не получается напрягать, потому что, как мне сказали, они находятся по суду под сносом. Потому что это вот, видите, знаки стоят. Анапская персень, на которой действенность разнообразная запрещена. Также здесь ранее были души, туалеты. Сейчас тоже, по-моему, висит замок, не работает. Будем смотреть, как это будет выглядеть. То есть, абсолютно свободно вы сюда приезжаете, паркуетесь и наслаждаетесь, как говорится, отдыхом в этих местах. Вот, смотрите, есть баки. Один перевернут, один стоит пустое. Здесь что-то снесли, такое непонятное. Туалет есть. Туалет это хорошо всегда. Тут мы доезжаем до базы отдыха, до этой жара. Она функционирует. Вот у меня здесь парковочка. Ну, в общем, парковочки здесь везде. Йок-макарёк. Ну, собственно, сейчас вы увидите, как это выглядит. Мне уже страшно становится. Все люди, которые приезжают здесь, используют эти территории, и потом бросают весь мусор на них. Посмотрите, что здесь происходит. Просто жить. Вот такая вот жара, ребята. Посмотрите, как это все воняет. Он летает мухи, антисамитарии. Здесь рядом же стоят люди с палатками. Крутяк. Обидненько, да? Приезжайте, говорили они. Отдыхайте у нас, говорили они. А здесь такое вот, просто назвать это даже без мата, очень сложно каким-то словом. Вон тот самый автокемпинг. Жара. И бар. Жара. Красивые виды. Все классно, кстати, сняли купол, который уже здесь был. Я понимаю, что тут сезон потихонечку заканчивается. Машин здесь, конечно, напарковано великое множество. Люди приезжают на отдых. Но надо нанести до людей о том, что после себя, после отдыха надо и мусор отсюда перевозить. Потому что отдыхают они абсолютно бесплатно. Никому ничего не платят. Ну и вот складывать где-то по углам свалки создавать, это, конечно, просто беда для наших пляжей. Возле каждой них мухи, возле каждой них вонь. Это антисамитария. Другой вопрос в том, что здесь даже воды нету. Не вижу никакого подвоза. Люди с собой привозят какие-то канистры, пятерки. И сушки, тут-то там как раз таки собираются мусорные свалки. Я не ожидал, что столько мы их здесь видим. Здесь просто скидывают мусор обочины. Так как, еще раз говорю, нет тех, кто здесь делает бизнес, а те, кто вот в этих домиках, которые он показывал изначально, глэмпинга, они под судом, то есть их тоже это не интересует. То некому это все, о, еще свалка, вывозить и убирать. То есть получается, не сказать, что это треш, наверное, ничего не сказать. Очень обидно видеть, конечно, эти места в таком запустении. Ёлк-макарёк, ребята, просто это вот наши дюны и свалка. Представляете? Ну что, что такое вообще происходит? Вот по-честному скажите, вы бы хотели приехать отдыхать вот в таких местах, вот чтобы вот так было возле вас? Мне интересно, вот тот, кто берет вот и кладет сюда пакет, он хлюкает, при этом ничего не заплатив, ну что вы за черти такие? Я, честно, убрал огромное количество мусора своими руками, и в том числе и на этих пляжах. И очень обидно видеть, когда вот люди приезжают, отдыхают, и вот так относятся к нашему морюшку. Продолжаем движение по этим местам, посмотрим, что здесь еще. С лодками люди приезжают, палатки, еще одна свалка. Ну то есть это невыдуманная история. Просто они шли и решили, что здесь можно мусорку делать. Места, конечно, наившекальнейшие. Я бы тоже хотел приехать, теперь можно это сделать, а потому что за деньги не хотел, бесплатно, с удовольствием, но я бы никогда в жизни себе не позволил после себя оставить, где-то бросить этот мусор. Ёк-макарек, видите, что тут туалет разбомблен. То есть нормально в туалет сходить, не отдохнуть, и тут какая свалка, вокруг этого всего мухи раят. Вот с детьми приехали сюда люди на отдых. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Просто тонны мусора. Вот оно море. Какая-то жуть здесь происходит просто. Я смотрю на это, и мне не верится, что мы живем в такой реальности, в которой можем увидеть вот такую картинку. Как вам? Поехали смотреть дальше, ребятки, что там. Я предполагаю, чем дальше влезть, тем... Ох, Ёк-макарек, там прямо на пляже. То есть даже отсюда отъезжать не надо, там люди мусор собирают прямо на пляже. Мне хочется плакать. Я вот это все вижу. Я очень люблю наши пляжи, природу. Отсюда не увидим, не разглядим. Я сейчас выйду на пляжи, покажу вам по берегу моря, что там творится. На самом деле такая картинка удручающая. Еще раздолбанный туалет, и здесь еще одна куча мусора. Причем еще, повторяю, много машин. Люди по кайфу отдыхают. Вот то же самое было на Витязевской косе, пока ее не закрыто. К сожалению... Ё-о-о-о. Смотрите. Это вообще как? Это возможно в нашей жизни, в 21 веке, чтобы человеки себя вели вот именно в таком формате. То есть оставляли мусор. Просто нереально обидно видеть эту жесть. У вас есть вообще голова хоть какая-то, люди? Дюны все в мусоре. Все говорит о том, что просто кто-то должен, конечно, убирать, вывозить это все, обслуживать эти вещи. Но если уж сделал государство, комитет, все для того, чтобы это было бесплатно, то должно быть это реально бесплатно и пока это. Но, ребята, на каких машинах приезжают и на каких машинах оставляют здесь мусор. Посмотрите, что происходит. Просто жуть. Все, я дальше не поеду. Я думаю, этого уже больше, чем достаточно. Мы почти до заставы доехали. Как сюда люди приезжают, чтобы поставить машину. Просто как будто убили, кого-то в эту кучу положили. Просто жуть. Представьте, все на жаре сейчас 36 градусов. Даже, наверное, больше. Дичай. Не лучшее место. Там не так сильно воняло. Так, 35,6 показывает. Жуть. Ребята, просто жуть. Люди потихонечку собираются на уезд. Пойдем посмотрим, что там на пляже. Кто-то трусы потерял. Места, конечно, идеальны для того, чтобы сюда приезжать, отдыхать. Но как-то людьми надо оставаться по-любому. То есть, чтобы после вас была чистота. Ну, либо какие-то договора должны быть, чтобы кто-то это убирал, обслуживал автокемпинг. Я понимаю, что у нас многие готовы заплатить небольшую денежку, чтобы придется, посмотрите. Вот она куча. Прям по центру этого кемпинга стоит. Таких куч там миллион. Сейчас спустимся. Увидите все своими глазами. Очень жутко и обидно, что я наблюдаю такую картину, дорогие друзья. Ну, двигаемся дальше. Смотрим по сторонам. Начинаем потихонечку улыбаться всему тому, что происходит. Потому что без улыбки наш мир станет вообще грустным и печальным. Так как то, что я уже видел там, и сейчас покажу вам, при приближении вызовет только боль. На самом деле, это места очень крутые. Уже не буду даже критиковать тех, кто выезжает сюда на машинах на пляж. То есть, их людей позволяет это сделать, транспортные средства. Мне все говорят, что мы с собой постоянно возим кучу мусора. Я говорю, вы на нас зря наговариваете. Мы хорошие все люди. Приезжаем на машинах, оставляем после себя только чистоту и порядок. Но у меня прям большой вопрос. Вот у вас здесь только стоит. Кто-нибудь усвал, пока не салов. Кто-нибудь этот хлам здесь сюда притащил. И кто-нибудь смог как бы сделать так, чтобы он там закопился. А так вообще у всех все хорошо. Сапы, палаточки. Вот это он свои туалеты ставит, копает прям в дюны. Собственно, лица. Почему бы и нет. Отдых-то на вот таком вот берегу, который наичистейший и наипрекраснейший, заставляет только уйму удовольствия. Море здесь самое лучшее, потому что здесь море настоящий запах. Другое. Если кто-то ощутит как раз море влаги, в другие места особо не захочет ехать. Ой, какая водичка сегодня шикарная. Купаться не буду, потому что я провел сегодня очень много времени уже в море. Так что, просто проделяемся. Я вам покажу тот звездец еще, который творится на берегу, на оконозвучах побережья мира. Представляете, если бы все было чисто и красиво. А мы старались сделать. Мы в начале сезона навели здесь порядок, чтобы вы приезжали, отдыхали, у вас было все чисто и классно. У меня есть видео на канале. Но нет. Вот теперь давайте показываем то, что оставляют после тебя все те люди, которые приезжают сюда. На автокемпинге. с машинами. Машинка, кто-то вот здесь ставит, кто-то туда выезжает. И туда жуть выглядит вот так. Вонь. Все это разлагается. Он, как говорится, загрязняет окружающую среду. Ну и как бы это все находится на берегу моря. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура. А вообще она существует? Что это за хрень? Спасательные вышки от былых времен. Ну и, собственно, все. Тут военные палатки ставят. Прикольно. У меня, кстати, вот такая агентура. Прям там палаточка. Вот какая-то на 2 отсека у меня. Чуть-чуть поменьше, короче, она. Тоже палаточка любит стоять. Но никогда еще на долгое время никуда не выезжал. Но так вообще все хорошо, все красиво. Вон следующая куча. Прямо рядочком все. То есть далеко даже ходить не приходится. Просто немножечко вперед и все. Мусор, мусор, мусор. Это все те люди, которые приезжают на машинах и забираются в мусор. Как же так получилось там? Ребят, напишите в комментариях ваши предположения. Идей довольно-таки много. То есть отдых востребован. И я только за то, чтобы сюда люди приезжали, отдыхали в больших количествах. Но хочется как-то привлечь общественность, чтобы вы сделали репосты, помогли распространить информацию о том, как уничтожаются наши литерационные ресурсы. Просто одним отдыхом. Кто-то ждет костер на пляже, на песке, допустим, угли никуда не деваются. И уже потом никто никогда сюда не ляжет отдыхать. Потому что угли здесь останутся навсегда. Продолжаем прогулочку. У меня что-то батарейки проходят, перегреваются, к большому сожалению. Здесь ребята организуют сами все волейбольные сетки, футбольные поля. Занимаются спортом. Молодцы, большие. Классная, как говорится, компания. Вольная в палаточках, на берегу моря. И вот спрашивают, как прямо на берегу жить. Вот, пожалуйста, живи. Не хочу, повторяю. Но надо те люди, которые будут специально обучены убирать за моим мусор. Потому что, к большому сожалению, в нашей стране деградация произошла. То есть, черт, пешком сюда никто не приходит. Далеко. Только на машинах. И получается, что все те, кто сюда приезжают, после себя, к большому сожалению, оставляют вот такое вот впечатление. Что люди наши, синие. И уничтожают те, просто Богом данные, невероятные места, в которых можно приезжать, отдыхать. Еще не одному поколению, дорогие мои друзья. А, смотрите, куча машин. Посредине мусорка. Это прям бич. Беда и личная моя обида. Это мы еще даже не дошли до того, фу, как же здесь воняет, ребята. Как можно отдыхать рядом с этой вот вонью? Даже дышать. И, возможно, причем ветер с берега. Все, кто на море, как раз таки им и дышит. Вот такой тенечек. Крутецкий просто. Арматуры. Посреди этого всего великолепия, где живут, отдыхают люди, мусорная куча. Ну, наши, говорится, потомки найдут горы пластика после нас. Двигаемся дальше. Смотрим по сторонам. Вот мангалы поставили, поджарили, там убрали потом уголь с пляжем. Вообще не против таких костров, но почему-то это не все понимают, что сейчас надо быть более цивилизованным. После себя пляж оставлять в чистоте и порядке. Здесь, конечно же, вроде бы, все-таки больше хороших моментов. Вот вам, пожалуйста, здесь находится баг какой-то. Идется торговля. Тоже плюс-минус, я думаю, что это хорошо, потому что возле них здесь все чистенько. Ну, по крайней мере, вот на доступе, в котором я вижу. Понятно, что они не будут убирать там вокруг себя везде. Ну, вот, пожалуйста, пришли люди. И вот после мангала оставили вот так вот. Только что грузом мангалы. Еще одна волейбольная площадочка для отдыха и игры наших людей. Волейбол, ну, что-то никто не играет. Что-ли жарко, только еще что. Водорослей нет, кстати, море теплючее. Красота везде. Здесь, я так понимаю, что очень многие приходят непосредственно сверху. Сюда люди ставят машины и спускаются. Даже не подъезжая вот по той дороге, которой проезжал я. Родца пообращаться на бар. Здесь можно. Сегодня я бы не советовал Сапы, потому что ветер отжим. Сразу, смотрите, люди стоят возле берега, по поясе глубже. То есть здесь настолько великолепный пляж. Есть теневые навесы. Кстати, а почему шезлонги здесь, не скажете? Ну, их тысяча. То есть тысяча и пятьсот. Пятьсот, наверное, обычный тысяча. Вот такой шезлонг. Неплохой бизнес, вам хочу сказать. Есть бунгало, который можно снять. Не написано, к сожалению, чё почём. Ну, кто-то снял. На отдыхе, ребята, всё хорошо. В общем, как говорится, к каждому с воду. Ну, и сюда приезжает народ за морем. Мы прошли, ребята, увидели, что вот даже вот бар, и тут у него, вокруг него чистота. То есть они, так как хозяйствующий здесь субъект, косят бабло, но возле себя, чтобы к ним приезжали, всё содержит в чистоте. Зарабатывают на самом баре, на шезлонгах, на всём остальном. Ну, и вот мы отходим от их территории буквально немного. И впереди я вижу уже очередную кучу, которая с мусором бесит. Здесь просто бедные наши пляжи. Классно там люди живут, они даже солнечная батарея. Вообще, они вырабатывают свое электричество. Тут пока свободненько. Давайте спустимся к берегу. Далее там будут более востребованные места. Посмотрим, как за ними, конечно, присматривают. Люди, которые зарабатывают там бабла. Ну, да, конечно, невероятно круто. Палаточка и море. Куча отдыха в России сейчас именно здесь. Безопасных, классных и прекрасных. Осталось мусор победить. Ах, как вам морешко. Продолжаем прогулку. И наслаждаться видами на море. Идут, повыкидывая в море, их вроде бы я не вижу. Это уже у нас здесь сразу. Я думаю, мы бы их сразу заметили. Здесь у нас тоже много разных запалаточек установлено. Ну, и вот на фоне той же репонтикучей он показывал. Сверху имеется виду на фишера. Баржаром мы видим просто невероятную свалку. Сейчас таких мусор сюда принесли и оставили на пляже. Кто-нибудь зверет. Ну, никто не ударяет. Вот это самое грустненькое, что может быть, изучать в моем голосе. И то, что подошел подписчик, говорит, Юрий, осветите проблему. Говорят, что здесь началось воровство. У людей из палатки. Там пропала сумма денег. И у соседей у них влезли в машину. То есть, получается, что и воровство здесь какое-то процветает. Так что будьте аккуратны, ребят. Ставьте камеры, чтобы ваши машины кто-то охранял. Вообще просто жуть. То есть, надо еще это место охранять как-то, получается, чтобы люди спокойно здесь отдыхали. Фу, вонь. Так, мусорка. Жалко, что люди не хотят на камеру рассказывать. Говорят, да ладно, че там. Вот как есть. Вот она жара. Ход туда на этот бар. Вот эта дикая куча мусора, которая гниет и так же воняет. Все это впитывается в почву, загрязняя ее. Но жуткая картинка. Все это на лазурном, самом прекрасном берегу города Анапы. Смотрите, кучка, кучка, кучка. Все это потом уходит под песок. Обидно видеть наши пляжи такими, согласитесь. Ну, машины здесь тоже ездят. Прикольно. Ну, это опять вопрос Возвращения в Черноморской правоохранной прокуратуре. Я не буду застрять на этом внимании. Я не увидел, в принципе, ни одной прямо на берегу стоящей. Там чуть подальше, ничего страшного. Движение на машинах по пляжам, это вообще не барьет. Потому что если вам куда-то надо, там ночью проверьте. То есть, видите, палаточки, 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 палаточки. То есть, получается, здесь ни у кого нет аренды на этот пляж. То есть, все там действия, которые там проводятся, это, ну, на свой страх, риски. Поэтому посуду их всех потихонечку убирают. А вопрос только к нашим руководящим ресурсам. Ну, постоянно будем волонтеров привлекать, или как это должно выглядеть, чтобы у нас убирать степляжи. И делалась чистота и красота. Как думаете? Вообще непонятно, что-то построили. Холодильник, наверное, выкопали себе. Там бунгало стоят. Не знаю, кто-то за неделю не берет или нет. То есть, здесь, говорю, был шатер. Шатер уже убрали. Может быть, из-за ветра, конечно, может быть, по другим причинам. Ну, практически дошли. Да, вот это сам жара. И бар. И дальше у нас идет более такой освоенный, что ли, пляж его назвать. Посмотрим, как здесь выглядит обстановочка с мусором. Вот то, что осталось сзади, сам кемпинг, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы чистоты и красоты везде. Ну, то есть, если люди здесь работают, зарабатывают деньги какие-то, я предлагаю им поучаствовать в вывозе того мусора. То есть, зарабатываешь, вкладываешь. Мое мнение. То есть, я, допустим, там, где я работаю на свою дюну, я все руками убираю, чищу. Понимаю, часто во многих уборках, в том числе, приезжал сюда в Благовещенскую, хотя ни одной копейки здесь не зарабатываю. Люблю просто эти места. Мы убирали пляжи, делали эти места чище. Мне хочется, чтобы те, кто здесь получают какие-то средства, именно этим и занимались. Здесь я не имею претензий, потому что, в принципе, все чисто. Бизнес идет. Я вижу, даже местами стоят консорки, вот эти баки. То есть, все хорошо. Никаких вопросов к этому нет. То есть, мне, конечно, законные основания там действий, работ, здесь не особо интересует. Повторяюсь, да? У нас на дальних диких пляжах самое главное оставить чистоту, чтобы люди приезжали, получали удовольствие. Потому что большинство из них, ну, не будет даже никогда спрашивать, есть ли какие-то там документы там и еще что-то. Ну, там домики стоят. Здесь запсерфинг. Предлагаю тоже посетить. В общем, ребятки, от вас, я думаю, минимум надо сделать репостик данного видеосюжета, а как максимум написать заявление о природоохране в Зоочиномоскопрокуратуру. Ссылка на это видео. Здесь подставляется только я. Ну, ладно, никто от природоохранить не будет, именно чтобы больше заявлений было, и больше шансов, что будет какая-то реакция. Я бы это очень хотел. Здесь корабль, этот бар сделан. Можно, пожалуйста, тоже физлонги относить какие-то к кемпингу, блэмпингу. Море, конечно, кристальнище. Просто идешь, смотришь на всех тех людей, которые здесь отдыхают, и немножечко даже им завидуешь. В каких местах есть возможность приезжать на отдых нашим дорогим местям. Пожар, кстати, в Анапе, в районе ЖД-станции, все так же продолжается. Жуткая там картинка. Надеюсь, что вы оцените такой обзор именно этого места. Полностью все обошел, то есть постарался сделать это в непрерывном контексте, то есть показать сверху и снизу, чтобы вы запомнили эти лептажи именно в таком формате. Мы доходим, кстати, до конца уже, дальше там пошла кубаночка база отдыха и другие места. Вот ребята там из шапок катаются, отдыхают. Красота. Тоже местами стоят палатки, потому что не запрещают это делать. Кто-то, видите, приезжает там в домик идти, кто-то приезжает сюда просто на отдых. Так, самое главное, не попростить момент, где этот кемпинг-блэмпинг заканчивался. Очень нет красоты, чем насладиться всем этим. Еще мусорки, то есть вот работает бизнес. Я здесь еще вижу чистоту и красоту убранных пляжей. То есть кто-то, когда зарабатывал, получается, на парковках, имеется в виду, туда, кто заезжал, тоже убирали мусор, потому что приезжая раньше, мусора не было. Вот с начала августа уборок не ведется. И именно к этому привело вот такое действие. Те, кто хотели, ставили машины сверху, приходили бесплатно. Те, кто хотели на отдых с палаткой, имели возможность выбрасывать мусор и получать удовольствие, как говорится, от отдыха. Сейчас, так как уже все бесплатно, я думаю, надо призвать непосредственно общественность к ответственности. О том, чтобы они сами соблюдали чистоту и возили с собой мусор. Это очень хочется. Ну, а кто-то выбирает, видите, благоустроенный пляж. Здесь народу гораздо больше, хотя сюда также надо приезжать, ставить машину и идти на пляж. Ну, а кто-то выбирает бесплатный отдых, ну, среди мусора, кто гниет. Печалька. Пожалуйста, тоже торговые павильончики. И вот благодаря им здесь есть хозяйствующие субъекты и все содержится в чистоте. В общем, ваше мнение, ребят, очень интересно. Как думаете, как лучше, когда в палаточниках День Гибралии было чисто или когда вот в таком формате бесплатно и полный трындец. Интересно вас будет послушать. Вот же, продажи кукурузы, чипсы, отлично. Пиво дача написано, не знаю, продают или нет, но есть такие места. Это что-то, типа, даже как будто остановка транспорта, кто-то сюда привозит людей. Торговые точки. Я не вижу пивас, а нет, вон нулевочка стоит. Да, это как остановка выглядит. Резиновые всякие предметы. Здесь есть магазин-кафе, то есть, типа, покушать можно, прийти. Поэтому вот на самом начале этого автокемпинга, когда заезжали, где раньше стояла, вот от Швакбаума. Я, честно, на самом деле, за то, чтобы вообще все было бесплатно, хочется, чтобы все было для народа. И при этом был комфорт и удовольствие. Ну, когда здесь построят Новую Анапу, я вам прям бангую. Вы сюда попасть не сможете 200% за бесплатно, никуда. Это примерно так же, как в Сочи, там. Парковок нет, только платные. Машину поставил, заплатил 400 рублей. Ну, захотел пешком, в принципе, пройти можно всегда, и здесь, и в других местах. Магазин от министра Паджира. А, это жилой комплекс там находится. Здесь какой-то магазинчик тоже. В общем, куча-куча-куча всего. Служба размещения, база отдыха. Будем следить за развитием. Сейчас мне надо вернуться теперь обратно пешочком. Мы-то хорошо дотуда наехали на машине, а я по берегу прошел пешком. Показал вам весь этот обзец. Еще раз говорю, друзья мои, поддержите нас, вашей, припостом. Потому что хочется реакции Золочерноморской природоохранной прокуратуры на всю эту движуху, чтобы в дальнейшем, как говорится, мы подходим сюда и видим вот эти вот какие-то желтые границы, там желтые. То есть у нас нужно выглядеть как-то по-другому, наверное. Может быть, я, конечно, не прав. Посмотрим, что они напишут. Хочется именно чистоты, чтобы не было загрязнений, чтобы было все хорошо. Ну и доступ для людей остался. Потому что, допустим, на Бугасской косе там вроде бы и перекрыли, но все равно постоянно какой-то мусор оттуда берется. То есть люди его туда тащат, потом его вывозят. Опять-таки за счет волонтеров. Да, короче, я вам не буду показывать, что происходит сжить. В этом хотя бы дверка есть, ее можно прикрыть. Ароматы ванили, конечно, тут вообще просто печальные. Ну и вот туалеты даже с дверьми разбиты. Интересно, кто столомал эту дверь, но в туалете о чем думал? Спастись от запаха хотел. Запах от этих мусорных куч просто доблеватый. Всем вам привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Увидимся в следующем видеосюжете. Надеюсь, эти райские места вам зашли сегодня, друзья. Продолжение следует...